Друзья, приветствую вас на фабрике новин. Меня зовут Анастасия Федор и имя есть сегодня Фикрет Шабанов, президент аналитического центра Consultation on International Policy and Economy, Канада. Фикрет, здравствуйте. Добрый день, Анастасия. Приветствую вас и ваших зрителей и, как наши предки говорили, ходившие в святые земли христиане и мусульмане. Мир, дому вашему. Да, благодарю вас. Будем много чего обсуждать от плана Путина на новые войны до новой пандемии X, чего стоит ожидать и как это все повлияет на человечество. Но начнем вот с чего. Уже второй высокопоставленный британский чиновник сравнивает нынешние времена с 1930-ми. Путина с лидером нацистской Германии. Параллели с Гитлером проводил ранее главнокомандующий британской армии, ну а теперь министр иностранных дел Дэвид Кэмберг. Он интервью политика заявил, что сегодня нельзя задабривать Путина, как это делали с Гитлером, и мы сегодня обязаны выступить против зла, который представляет его вторжение. Тем временем видели события в Давосе, там историки говорили о том, почему такая долгая история умиротворения Путина. Как думаете, существуют ли вот эти механизмы умиротворения, и как сделать, чтобы история не повторялась? Ну и нужно ли сегодня миру, чтобы история не повторялась? Спасибо за вопрос. Очень важный исторический вопрос. Идти к ответу на ваш вопрос, я бы хотел сказать, что сегодня 20 января для азербайджанского народа он остался в памяти, как кровавая январская трагедия, когда советские войска вошли в город и убили 132 человека мирных страны. Поэтому сегодня это отмечается в Азербайджане как день поминовения. Почему я об этом вспомнил? Это один из элементов исторической борьбы любых народов, любых наций за свою независимость, или последствия распада больших веков империй. То есть это привязано к вашему вопросу о том, что если, в принципе, история, она или повторяется, или остаются вопросы, которые не разрешены будущим поколениям, мы фактически оставляем нерешенный вопрос нашим детям и внукам, которые, естественно, станут в той или иной форме, или убийцами, или жертвами этих изменений. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, я хотел бы напомнить, сегодня утром, подготовлюсь к вашему интервью, я опубликовал или повторил то, что год назад опубликовал, исторический вопрос войны в Европе, он называется «Германский вопрос». Я опубликовал, и также сейчас это уже есть в Ютубе, но тогда это была закрытая конференция 2013 год, о том, что проводил ее, кстати, аналитический центр США в Чикаго. Он был посвящен как раз вопросу Европы, а именно вопросу Германии, и он называется «Германский вопрос». То есть исторически понятие «германский вопрос» для саксонского мира является вопросом выживания англосаксонской нации. То есть если, в принципе, история сложится так, что Германия объединит свое технологическое или интеллектуальное, так скажем, совершенство в их понимании, с сырьевыми ресурсами Российской Федерации, ну и, конечно, с ее возможностями географии и логистикой, то и станет большая глобальная империя в Европе, которая будет диктовать условия как англосаксам, так и французам. Поэтому понимание англосаксов решение войны в Украине, оно было обязательным, иначе по-другому они не могли решить вопрос Германии, или германский вопрос. В Европе, мы с вами давайте вернемся к мунхенскому сговору, европейцы, они меньше настроены на то, чтобы воевать, они больше настроены на то, чтобы торговать. Вот вопрос, как это увязывается с моральными принципами или с соблюдением тех же законов, которые они сами написали в Организации Объединенных Наций о праве нации на самоопределение, террориальной целостности, о суверенитете. Единственное, я считаю, что эти законы или эти формы, они написаны для сильных. И, к сожалению, они к слабым или странам, или народам, которые не сформировались, или пока не в состоянии защитить свою территорию, они не применяются. Поэтому мы наглядно видим, как обрушился мировой закон, когда никто не выполнил, значит, итог Будапештского саммита по решению к Украине. Мы сейчас видим вот это заигрывание с Россией о том, что, в принципе, ну, надо и за стол переговоров. Вопрос, за стол переговоров на каких условиях? Я всегда говорил, это всегда за счет слабого. В данном случае, к сожалению, это Украина. Но и мы последние должны вспомнить еще одну вещь. Ведь главная цель, то есть первый этап войны Украины с Россией для саксов он выполнен. То есть Украина встала антироссией, в Украине очень много человеческих жертв, которые не простят оккупацию своей территории, которые не простят человеческие жертвы в отношении мирного населения. Естественно, Украина будет подавать во все международные суды, в том числе уголовные суды, по этническим чисткам, применение насилия в отношении гражданского населения. Все это еще впереди. Это Украину ждет. То есть она будет этим заниматься, для того, чтобы защитить честь и достоинство своей страны и, естественно, подтверждение суверенитета своего государства. Вопрос в другом. Вторым этапом что является? Как раз приблизительно год назад я выступаю на ваших каналах, сказал, что придет время, вся эта западная махина средств массовой информации станет антиукраинской. Как только они решат свои вопросы, они будут вас сливать. Куда сливать? Теперь англосаксы добились цели. Вы стали анти-Россией. Вы стали экономически, военно и политически сильно зависимыми от международных модераторов, воин, то есть от сильных. И поэтому в данном случае сейчас они вас сливают в Европе. Они говорят, Европа, вам нужна безопасность от Путина? Тогда финансируйте Украину. Вам нужна безопасность от Путина? Тогда увеличивайте военные поставки Украины. За Украину американцы воевать не будут. Они на это смотрят как беда. Я уже много рассказывал, чего они добились по Европе. И по Европе они добились своей цели. Теперь встал вопрос, кто в Европе захочет защищать свои границы от России, в их понимании. Почему говорю? Потому что по логике вещей, то есть это, понимаете, анатомия политики, теперь Россия должна обеспечить свою безопасность. Как она может обеспечить? Ведь президент России говорит, что мы воюем с Западом. Они не говорят, что мы воюем с Украиной. Что он в это вкладывает? Деньги западные, оружие западное, специалисты западное, информация о разведке западная. Единственное, что делают украинцы, это просто погибают или убивают. Одно из двух. Поэтому, исходя из этой концепции, Путин будет наступать в Украине, будет захватывать пять областей, которые учитывают для себя стратегически важны. Его политики в Госдуме говорят, что мы до Львова. Львов пусть забирают немцы, а это то, что нужно, а американцам или Саксам. Потому что будет прямое столкновение границ Германии и прямое столкновение границ России. На моем YouTube-канале есть большая такая обзорная информация о пяти доктринах мировой геополитики. Так, в одной из доктрин, или германская доктрине, написано, что, или составлено, немцами, кстати, о том, что Германия должна развиваться. Для развития это нужно жизненное пространство. Ей нужно выйти из замкнутого круга, выйти к морям и к сушам. У нее проблемы с Францией, у нее проблемы с Саксами. Единственное, что она может сделать, победить и французов, и Саксов, это заключить союз с Россией. Но благодаря вашей войне это уже невозможно. Поэтому теперь необходимо обеспечить прямое столкновение России с Германией. Поэтому я думаю, что Франция или остальные вот эти доладьи и так далее, это будет повторяться. Они будут искать точки, опоры, договориться за счет Украины, разделить Европу. Потому что ни Франции не нужна Германия, ни Франции не нужна англосаксонская империя. Поэтому я считаю, что риски, как вы сказали, или там возможности откупиться, они очень высокие. Европейская история богата договорниками, по-украински говоря. И здесь одна надежда, что вы станете для Германии тем колокольчиком или тем спасательным кругом, который их спасет от прямого военного столкновения с Россией. Поэтому они, я думаю, что рано или поздно, теперь я не знаю когда, потому что это должна определить германская элита. Они будут в вас вкладываться. А чтобы их подтолкнуть к этому, я думаю, что подтолкнуть Владимира Путина установить контроль над Сувалковским коридором, я думаю, что подтолкнуть господина Путина зелеными человечками какую-то прибалтийскую страну оккупировать, это прямая угроза Германии. И здесь мы должны, естественно, вспомнить еще два официальных заявления. Это заявление министра обороны Писториса о том, что Германия, я пытаюсь разбудить общество Германии, что мы через 4-5 лет будем воевать с Россией напрямую, это было вчера, и, естественно, заместителя командующего НАТО, правда, он сказал, что мы должны готовиться к войне с Россией через 20 лет. Ну, есть восточная сказка, за 20 лет или хан умрет, или ишак. Что ж, есть еще один игрок, это Китай. И сегодня говорят о том, что усилие давления на Китай, самого мощного политического союзника России, это стало ключевой темой для разговора Зеленского и других официальных лиц со временем встречи в Давосе. Политика пишет, к слову, что Китай отказал Зеленскому во встрече в Давосе, чего очень ждала наша украинская сторона. Но тем временем также пишут СМИ, что сегодня Зеленский ищет возможность провести телефонный разговор с лидером Китая. Мне кажется ли, что Китай якобы взял паузу в попытках решить вопрос войны в Украине, хотя вот публично они же не раз говорили о том, что они только за разрешение конфликта и за то, чтобы не гибли люди, скажем так. Ну, то есть официальная позиция Китая такая, да, вот миротворец. Ну, а по факту видим совсем другое. Почему? Ну, уважаемая Анастасия, тут нужно рассматривать вопрос и у Украины, и европейской политики в рамках интересов Китая и США. То есть это войны на перифериях или по всему земному шару, где для Китая это является активом для переговоров с Америкой. Китай претендует на контроль земного шара 50 плюс 1, как в акционерном сообществе. Американцы им предлагают 25 плюс 1. Поэтому украинская война для них в первую очередь это просто активный кейс, но сейчас он не тем весомым в переговорах как со стороны американцев, так и со стороны китайцев. Это первое. То есть вы для них не актуальны в разделе мира. Второй вопрос. Давайте мы с вами посмотрим, условно назовем, что есть так называемая американская политика и есть политика антиамериканизм. И вот сейчас то, что происходит на Востоке, то есть ситуация в Палестине, Китай поддерживает глобальный юг, мусульманские страны. Украинская же политика официально заявляет о поддержке. Это первое расхождение политическое. Второе. Я уже вчера говорил, снова повторюсь, отсутствие дипломатического опыта или знания дипломатии. Но хорошо, что господин Кулеба иногда смотрит мои интервью. Сегодня утром заявил, что будет добиваться, создать условия для того, чтобы переговорил Сыдзимпинь с президентом Украины Зеленским. Потому что, не зная китайскую культуру, не зная вообще международную дипломатию, нельзя заявлять, что я не буду говорить с премьер-министром Китая, пусть им говорит мой премьер-министр. Но я думаю, что в данном случае Украине нужно говорить с Китаем, а не китайцы с Украиной. Поэтому, если нужна поддержка, понимание или хотя бы, хотя бы, значит, знаете, сожаление о том, что все-таки Украина жертва агрессии, нужно обхаживать Китай. Китай это постоянный член Совета Безопасности. От решения или от голосования в Совете Безопасности будет зависеть, что будет применяться по отношению или к России, или что лучше будет делаться в сторону помощи Украины. Я думаю, что китайцы такой народ, что они тысячелетиями не забывают ничего. Я считаю, что вот, простите за мою фразу, вот это хамское поведение по отношению к китайской дипломатии еще аукнется по Украине. Что касается остальных вопросов, а зачем Китаю помогать Украине? Китай использует украинскую войну с большим дисконтом, то есть со скидкой, покупает в России зерно, газ, нефть, а что вы дадите им, Тарас? Для них Россия является большим рынком сбыта всей той продукции, которая Россия лишилась из Европы или из других регионов мира. Это два. Официальная информация, что между Россией и Китаем уровень товарооборота повысился до уровня 240 миллиардов. Но я думаю, что есть еще теневой оборот, он составляет более 120 или 160 миллиардов. То есть условно можно назвать, что 400 миллиардов в год Китай торгует с Россией. А сколько торгует он Украине? Мы должны понимать, что в Китае есть граждане, которые должны жить, у них есть предприятия, китайская экономика должна работать, ей нужны энергоресурсы, и китайский народ должен кушать, ему нужно зерно. Что вы можете дать им? Поэтому украинская дипломатия должна была, в моем понимании, найти те точки соприкосновения, благодаря которым Китай должен был быть заинтересован. Я снова скажу, в Украине неправильный подход, что почему на нашей стороне никого нет? Это ваша ошибка. Нужно было сделать, чтобы все были на вашей стороне. Почему? Закон-то на вашей стороне. Международное право на вашей стороне. А так как вы не смогли свое преимущество, международного права, пусть это лоскутный бумажек, бумажка, которую сейчас практически никто не выполняет. Но вы в любом правы, международное право на вашей стороне, вы даже это не смогли использовать. Я считаю, что вот эти просчеты политической элиты, дипломатии или так называемой, так скажем, высшего политического лица, они, к сожалению, по Украине как раз отдаются этим эхом. Китаю не выгодно сейчас с вами воевать или вам помогать, или финансировать Украину, чтобы она играла. Почему? Потому что Европа для нее является вторым торговым партнером. Пока есть война в России с Украиной и пока есть война в Украине, так скажем, с Россией, как хотите, так и ставьте знаки, то есть дороги нет у Китая. И Китай не зависит от вас логистикой. Она выбрала другие альтернативы. Ну, давайте мы с вами еще одну вещь поймем. Россия понимает, что Запад для Китая намного важен как торговый партнер. Например, европейцы торговали на 700 миллиардов. Поэтому Россия пытается усиленно, условно говоря, продать себя, чтобы Китай был на ее стороне. Это большие дисконты, я снова повторюсь, энергетурсов, зерна, экономическое партнерство. То есть, если около 600, по-моему, 72 или 642 миллиарда было с Европой, Россия плюс-минус и теневое, и официально 400 миллиардов достигло этого уровня, она будет и дальше наращивать этот уровень. Я уже говорю, не говорю о самой стратегической вещи. Китай, как промышленная держава, сложился в большинстве своем на основе экономического шпионажа. Она ворует все и копирует для себя. А здесь есть шанс легально использовать российские или советские технологии, например, космической, военно-космической промышленности. Она за бесценок пелорусских покупает и реорганизует или совершенствует свою армию. Что может дать ей Украина? Вот я просто хочу, Анастасия, чтобы наши друзья, наши слушатели, читатели поняли одну вещь. Поверьте, мир это бизнес. Какую бы хорошую конфетку вы не завернули, то есть обертку, мир это бизнес. Поэтому это называется государственные интересы, политические интересы или интересы между странами. Нужно дать альтернативу. Ваш главный козырек это международное право и вы жертва оккупации. К сожалению, вот эту фельдкуну грамоту вы не смогли превратить в большую громадную силу, когда и Китай должен был уступить перед интересами капитала, потому что у Китая есть Инцзянь, у Китая есть Дунгани, у Китая есть внутренняя большая Монголия. У Китая много проблем. Раз вы не смогли создать условия сдержив и противовеса, то есть вы обращаетесь к ней за помощью, но параллельно, ну, например, сейчас граждан Центральной Азии усиленно ровер будет отправлять в Мариуполь. К вам же обращали, что нужно работать с национальными меньшинствами постсоветского пространства, национальными меньшинствами Российской Федерации. Ну, Запад нам поможет. Вот в этой иллюзорной сказке прожили и вот сейчас пришли к этому результаты, к сожалению. Еще один важный вопрос. Сегодня мир в ожидании, что же будет в Штатах, потому что там выборы. Трамп сегодня борется за право своей фамилии в бюллетенях. Есть разные суды, иски, но все же процесс продолжается, ну и в многих Штатах Трамп имеет свою аудиторию, своих поклонников, но и пока еще не проигрывает. Как думаете, зависит ли от следующего президента миропорядок и что если Трамп? Есть ли сегодня какой-то может план у мира, у Запада, в России наверняка, вот если станет президентом Трамп? Знаете, возможно, какие-то определенные группы или элиты или какие-то экономические пафиозные соединения легализованы в корпорации, они, конечно, ждут прихода Трампа, в их понимании это сменит парадигму политики, как Соединенных Штатов, так и новый формат международных отношений, но в моем понимании, ведь мы с вами должны вернуться к той самой стратегической вещи, которую заявил Трамп, будучи президентом Соединенных Штатов, что его незаконно, у него незаконно забрали победу, и это сделал Дипстейт, и он обещает во время своего прихода второй раз во власть разобраться с Дипстейтом США, тогда у меня вопрос, у вас была вся власть, и вы могли разобраться, что же вы с ней не разобрались, это первое, второй вопрос, а можно ли с ней разобраться, это второе, и третье, в Америке есть большая проблема, Америка управляется, к сожалению, сейчас, или власть в Америке со времен Кеннеди захватили так называемые лоббистские группы, или секты, или масонские ложи, нескольких из них я перечислял, снова повторюсь, неаконы, у меня на телеканале об этом есть информация, евангелисты, тоже есть, мы не говорим о религиозных взглядах людей, понимаете, когда мы озвучим эти вещи, люди должны понимать, мы говорим о геополитике, а не о теологии, или о религии, абсолютно нет, и я на себя этот грех не возьму, мы говорим только о геополитике и политических институтах, или организациях, конечно, Хасида Любовича, то есть, это пока три крупных, мы с вами должны понимать, что заказ на переформатирование мира, он где-то начался рассматриваться с конца 70-х годов, или середины 60-х годов, более правильно, и сейчас, что делают в мире, они хотят до 2035 года, до 30-го будут войны, до 35-го года они хотят сформировать новый, так скажем, миропорядок, состоящий из четырех частей, почему говорю до 35-го, потому что последняя война, война будет за Арктику, вот, до Арктики, в Арктике, как такового, так скажем, людского ресурса де-факто очень мало, и он не очень-то будет, нам будет понять, что там происходит, но там будут участвовать военные страны Балтии, Америки, Россия, Китая, это уже отдельный разговор, так смотрите, мировое мировые элиты написали фундаментальный труд, Римский клуб, например, Бильдербургский клуб, например, о новом мировом порядке после 2040-го, 2052-х годов, вот, 2052-й год, после того, когда они создадут четыре части мирового управления, это глобальный юг, север, запад и восток, они будут формировать новое понимание отношения человечества, фундаментальным из них является важнейшим долгосрочное стратегическое цель для создания антропологического перехода, то есть разделение человечества на разные биологические виды, они предполагают, что те, которые это делают, что они принадлежат к элите, то есть отдельный вид, они будут жить значимо дольше, обладать лучшим здоровьем, физическими, метиллитальным качествами по сравнению с основной массой населения, основную массу населения они считают другим видом, вот достичь этой разницы можно двумя способами, первое, повысив параметры представителей элиты, а здесь мы включаем, начиная от медицины и заканчивая вирусологией, и понизив, и это у всех остальных, это экология, продукты питания, это форма нашего бытия, и это вообще целый комплекс, так вот, господин или господин Трамп, я не считаю, что ни один из них не будет президентом Соединенных Штатов, если в принципе появится социальный заказ о том, что Америку нужно вырвать из лап секты и вернуть в Америку, то естественно они это сделают, но Америка готовится к глобальной войне, и глобальная война, она требует лидера, который готов к войне, Трамп не готов к войне, ни в Европе, ни на юге, и ни с Китаем, он готов торговаться, понимаете, а это не то нужно американцам или американскому дип-стейту, поэтому мой итоговый вывод, что я считаю господин Трамп участвует в бизнесе, а не в выборах, и я возьму на себя смелость или риск сказать, что этот человек не будет президентом, как его остановят, это уже второй вопрос, это Америка. Что ж, вот вы очень интересно рассказали о том, что может быть после 40-го года, 52-й, если говорить о том, как может меняться человечество, сейчас нас предупреждают, что мир должен готовиться к вероятному распространению неизвестной болезни Х в будущем, об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, тем временем мы видим исследования из Пекина, что якобы в Китае лабораторно создали штаммы COVID, которые бывают 100% очеловеченных мышей, своим удачным экспериментом китайцы похвастались в научном журнале, и сейчас западные ученые шокированные и не понимают, что с этим делать. Насколько возможны такие эксперименты, зачем сегодня миру новая болезнь, новая пандемия, что это все значит? Уважаемая Анастасия, давайте немножко над тем потоком информации, которые нам сливают, у нас появится наверное смех, но это смех от безысходности, объясню почему. Дело в том, что когда начинали операцию, из-за которой мы сидели полтора года дома, мы с вами забываем, что эту клинику или так вот лабораторию в Ухане финансировали две стороны, США и Франция, то есть там были фунды, которые финансировали, выбрали Китай, что в принципе если эта болезнь распространится, ну китайцев одним больше, одним меньше, их там полтора-два миллиарда, ну и что, понимаете? То есть они осознанно шли на этот риск и они именно финансировали и создали эту лабораторию сами в Ухане, просто там флаг китайский, не больше. Два дня назад появилась в американской прессе информация о том, что из-за болезни, которой мы сидели полтора года дома, китайцы за две недели вперед узнали, они не сообщили человечеству. По логике вещей смотришь, да, это морально, то есть нужно призвать к ответу, что нужно быть ответственным, но на самом деле это политическое шоу, которое хотел сделать господин Трамп, обязать китайцев выплатить большую неустойку миру, миру. И сейчас то, что там происходит, я не считаю, что в этих лабораториях есть суверенитет Китая, понимаете? Если мы вспомним о том, что Си Цзиньпинь, когда был в ноябре в США, он просил президента США открыть допуск к технологическим, значит, технологической линии создания совместной искусственного интеллекта. То есть у Китая этих возможностей нет. Теперь вопрос. Вы нам подсунули вот эту заразу, теперь вы нам собираетесь совместно подсовывать искусственный интеллект. И у нас, конечно, как у любого человека много вопросов для чего. Я считаю, что мир это, понимаете, нельзя делить мир на Запад и не Запад, на демократию и на демократию. Мир нужно делить на бизнес. Вот если, в принципе, группа бизнесменов, их называем так IT-технологи или новое поколение, они пытаются сформировать через цифровизацию в их понимании справедливый мир, насколько он будет для нас, то есть как опыт эксперимент над человечеством удачный, мне трудно сказать. Опасения есть, да, и очень высокие. Есть другая группа, которая считает, вот как раз антробологический переход человечества, вот все время его, так скажем, все время его физиологически изменять его модификацию, генную модификацию. Почему я об этом говорю? Первая болезнь по заключению канадских врачей, она была направлена на, из-за которой мы сидели дома, она была направлена на паралич нашего мозга, то есть он, мы выздоравливаем, но он постепенно, как паутина, окутывает наш мозг, у нас начинается провал в памяти, я тоже переболел, иногда забываю или могу ошибиться в очень простых элементарных вещах, то есть я даже на себе это чувствую. вторая группа, она уничтожает нервную систему, я думаю, эти эксперименты над человеческими, эти организации будут продолжать, но это первый вопрос, а кто может их призвать к ответственности? Мы с вами не можем, мы не обладаем этими институтами, поэтому я считаю, что вечная борьба зла с добром, она должна пройти по линии, когда человечество, большая часть человечества начнет понимать, что происходит и естественно самоорганизовываться, чтобы над ними эти эксперименты не делали. Но к моему большому сожалению, последний анализ вещей, которые мы, кстати, обговариваем и на ваших каналах украинских, у большей части масса людей вызывает какой-то смех, какой-то хохот, но я им задаю вопрос, вас же давно посадили всех? Посадили. Вы что-нибудь смогли сделать? Нет. А почему в одно мгновение волшебной палочки эта болезнь закончилась? Так вот, пока война, они не могут это навязать. Вот это борьба. Одна сторона хочет сохранить свои проекты, продолжать грабить народы и формировать высшую элиту и плебс, экспериментальный плебс. Ей нужно навязать нам эти болезни. Другая сторона хочет изменить эти правила, когда они будут через болезни эксперимента навязывать нам эти болезни. Единственным средством в их понимании это является война. Потому что если всех посадить дома, а кто будет воевать? Поэтому нужно понимание, как же выйти из этого замкнутого круга. Поэтому вот эти две, я условно называю, две части миропорядка, они между собой бьются и, к сожалению, это на наших головах, в общем-то, и разламывается. Ну, люди могут после нашего эфира смеяться, что мы несем эхинею, но достаточно посмотреть хотя бы Довозский форум, где в Довозском форуме четыре пункта, одним из них как раз как бороться с вирусами, как бороться с новой надвигающей болезнью, X-болезнью. И следующий момент, после последнего Довозского форума, там было заключение, там были всякие анализы, и представьте себе, Довозский форум сделал страшное заключение. Оказывается, после болезни, за которой полтора года мы сидели дома, у нас ослабла медицинская кооперация с системой здравоохранения между народами. Теперь как ее вернуть? Нужно вирусную вот эту заразу, чтобы мы опять друг с другом сотрудничали, мы покупали у двух-трех мировых компаний, которые делают триллиарды, не миллиарды, триллиарды денег, мы покупали у них препараты, мы зависели от того, кому продадут, кому не продадут, мы зависели от ограничений, передвижения человека, мы зависели от передвижения товаров, бизнеса, торговли. Мир настолько стал глобальным, что мы зависим друг от друга. Если кто-то кому-то не продаст нефть, у другого не поедет машина, а если у него машина не поедет, он не произведет, ну, например, нижнее белье, человеку ничего одевает, словно говоря. То есть мы настолько взаимозависимы человечеству, они просто делают нас рабами. Вот мое понимание, что это такое. Благодарю вас за интересный разговор, за анализ всего, что происходит. Совсем с другой стороны сегодня много чего услышала для себя, очень интересно. Фикрет Шабанов, президент античного центра Consultation on International Policy Антиконови Канада. Дякую вам. Спасибо, Анастасия. Мир дома вашему. Дякую, друзья. Дякую також вам, что довели до кінца. Ставьте, подавайте. Пишите ваши коментарии, я фанам вам ги, что сказать. Ну и, звісно, бережите себя. Субтитры сделал DimaTorzok